Волгоградский медуниверситет Ну, понятно, есть вопрос, который беспокоит врачей всех специальностей, и есть вопрос, который можно задавать на любой конференции, от чего зависит, какие препараты мы выбираем, причем речь идет не о каких-то особенных случаях. Мы с вами прекрасно понимаем, что де-юре любому пациенту, по идее, может быть назначен любой разрешенный в Российской Федерации препарат, если для этого есть показания. Ну, де-факто, скажем, ситуация отличается, но тем не менее, намного более важный и серьезный вопрос, какие препараты могли бы назначаться рутинно, какие препараты могли бы назначаться без особенных на то согласований. Готовясь к презентации, я сделал небольшой блиц-опрос, опросил своих коллег, клинических фармакологов, которые работают с онкологической службой, либо недавно, скажем так, работали. Что беспокоит клинического фармаколога регионального онкологического диспансера? Если клинического фармаколога нет, ну, наверное, что беспокоит начмеда, что беспокоит главного врача? Ну, первую фразу все называют недостаточное финансирование, и речь идет о том, что, конечно, новые химиотерапевтические препараты, особенно прорывные, особенно позволяющие нам получать те результаты, которые мы слышим по телевизору и читаем в интернете, они дорогие. И, конечно же, государственное финансирование, каким бы оно ни было, оно никогда не успевает за новыми разработками. Недоверие, неинформированность, недоказанность взаимозаменяемости воспроизведенных препаратов оригинальным. Эту тему большинство специалистов ставили на второе место и говорили о том, что это их здорово на самом деле беспокоит. Это большая тема. Мы сейчас с вами только что слышали доклад, одно из точек зрения. Вот, и можно было бы поспорить, можно было бы подоказывать. В общем-то, здесь момент связан просто с недостаточным развитием сегодняшней науки. И, наверное, когда-то мы будем четко понимать, какие биопрепараты можно считать взаимозаменяемыми, какие нет. Я думаю, что это дело просто какого-то ближайшего будущего. Временные перерывы доступа к некоторым лекарствам, проблемы рынка сегодняшнего, проблемы импорт-замещения. Отсутствие ряда активно применяемых лекарств в перечне жизненно важных и стандартах лечения. Вот эта позиция достаточно тоже серьезная и важная. Мы с вами прекрасно понимаем, что лекарства от того, какие лекарства будут закуплены, зависит от того, есть ли они в каких-то списках, входят ли они в стандарты лечения, входят ли они в клинические рекомендации, насколько это все разрешено, насколько регулятор согласен возмещать, насколько развита система вообще возмещения в конкретной стране, в данном случае о нашей стране речь идет. Следующий момент – это оторванность научных фармакоэкономических исследований от практики рядового онкологического стационара. Эту проблему, эту строчку уже врачи сами не называли, она, в общем-то, возникала в ходе беседы, в ходе разговора. И мы прекрасно должны понимать, что клинические исследования – это, конечно, рафинированные группы, это отдельные пациенты, это особые условия, идеальные и так далее, и так далее. Фармакоэкономика делается на клинических исследованиях, и в фармакоэкономику, соответственно, переходят все эти проблемы. И, конечно же, скажем так, по данным публикации абсолютно четко и правильно будет доказано, что один препарат выходит дешевле, чем другой. В реальной клинической практике, в конкретном лечебном учреждении ситуация может отличаться. И вот необходима трансляция, необходима связь между учеными и связь между практическими врачами, причем связь какая-то практическая, очевидная. И отсутствие информации по фармакоэкономике в клинических рекомендациях со стандартах. Эта позиция также врачами не называлась, она, в общем-то, выясняется в ходе беседы, в ходе активных вопросов. И я должен сказать, что вот этот момент является чрезвычайно важным на самом деле. Фармакоэкономики, настоящих исследований, оценки экономической составляющей лекарственного лечения, ее мало. Но там, где она нужна, там, где касается выбора, в этих документах ее практически совсем нет. Хотя сама структура стандартов и сама структура клинических рекомендаций предполагает наличие фармакоэкономических выкладок. Эффективность и экономическая оценка сложившейся практики, выбора схем фармакотерапии. Это тоже принципиально важный слайд, на который я хотел бы ваше внимание обратить. Говорит о том, что анализ рутинной клинической практики, анализ обычных стандартных назначений практических врачей, это касается не только онкологов, это касается врачей любой специальности. Но онкологов эта тема усиливается за счет того, что их лечение является дорогостоящим достаточно. Не всегда лечение проводится по современным алгоритмам. И мы сразу, конечно, понимаем, что связано это в значительной степени с недостаточным финансированием, но это происходит не всегда. Это происходит не всегда. И ситуация, когда отказ от современного подхода, который указан в клинических рекомендациях в том числе, не всегда уменьшает расходы на лечение. Вот эта позиция чрезвычайно важна. И нам, конечно, чрезвычайно важным является поиск вот этих маленьких крупинок доказательств, когда один метод оказывается выгоднее, чем другой. Мы должны об этом все знать. Мы должны попробовать применить это на практике. Если мы действительно получаем реальную экономию, мы должны об этом говорить, мы должны об этом докладывать. Об этом нужно говорить, в частности, на тех же самых конференциях, типа вроде сегодняшнего вот этого большого серьезного форума. Применение разрешенных, но недостаточно эффективных комбинаций, это так вежливо я называю морально устаревшие препараты, вы понимаете, да, приводит к снижению эффективности лечения и росту расходов для региона. Вот эта позиция также чрезвычайно важна. На самом деле, безусловно, в регионах, в Минздравах сидят невеликие умы зачастую, да, у которых я имею в виду с точки зрения владения математическим аппаратом, математической статистикой, оценкой исходов и так далее, и так далее. Далеко не всегда регионы умеют правильно и адекватно собирать эпидемиологические данные. Иногда в это вмешиваются какие-то сторонние, скажем так, сторонние силы, которые смещают эту информацию и не позволяют по-настоящему получить точные и конкретные исходы. Так вот здесь это также принципиально важно, и мы должны понимать, что фармакоэкономика и оценка медицинских технологий могли бы реально посчитать и дать информацию о том, что нужно делать, каким образом, от каких препаратов нужно отказываться и так далее. То, что касается современной фармакотерапии, ну, я думаю, что вы прекрасно понимаете, когда мы говорим о лекарственном лечении, оно должно исходить из порядка вказания медицинской помощи, должны быть выполнены стандарты, если вы не выполните, вас проверят, вас накажут, вам не заплатят. Желательно и по максимуму, по возможности использовать клинические рекомендации врачебных сообществ, и мы на сегодняшний день уже называем их, что они это не просто рекомендации врачебных сообществ, в результате возникновения новой структуры, да, но в результате возникновения вот этого финального утверждения, где помимо специалистов присутствует и Минздрав, в этом случае мы уже, наверное, будем говорить, что это клинические рекомендации врачебных сообществ и Минздрава. Назначаться должны прежде всего препараты из перечня жизненно важных, должны быть учтены индивидуальные особенности, алгоритмизация, финансирование, отбор лекарств и так далее, все. Я надеюсь, что это вам прекрасно понятно. И когда мы оцениваем препараты вот с разных точек зрения, мы прекрасно понимаем, что есть целый ряд направлений, областей знаний, которые позволяют это делать. И, конечно же, клиника экономический анализ, включая фармакоэкономику и оценку медтехнологий, они здесь являются такими полноправными членами. Что необходимо сказать? Что на сегодняшний день, когда регулятор, государство включило требования по фармакоэкономике, скажем так, моментом для включения отдельной перечни, утвержденной на сегодняшний день в Российской Федерации, это подстегнуло исследования. На сегодняшний день фармакоэкономических исследований все больше и больше становится. Правда, в основном это касается новых препаратов, которые производитель стремится куда-то включить. Это естественно, это понятно, это подталкивает общее, скажем так, движение, это растит новых специалистов, это вносит в систему новые ресурсы и так далее, и так далее. Но мы должны понимать, что всей картины это все равно не дает. Этих исследований все равно слишком мало. Слишком мало сравнений face-to-face, слишком мало сравнений оригинальный препарат generic и так далее, и так далее. Мы бы с удовольствием увидели эти исследования, но их никто не хочет оплачивать, и государство, понятно, этим не занимается. Сравнительные оценки эффективности и безопасности методов лечения, которые включают экономические критерии и расчеты, на сегодняшний день все больше влияет на отбор препаратов для закупок, но мы прекрасно понимаем, что это влияние пока что все равно еще недостаточно. В Российской Федерации третья позиция тоже важная. На сегодняшний день идет процесс унификации. Вот в этом зале я вижу как минимум трех, может быть даже четверых участников, экспертов, которые участвуют в разработке вот этого последнего абзаца, то, что касается выполнения фармакоэкономической оценки методов лечения. И мы прекрасно понимаем, что унификация важна и нужна, хотя там тоже очень много вопросов. Значит, то, что касается перечней жизненно важных, я могу просто привести пример. Я вот просто включил пару слайдов, когда перечень вышел, мы в своей клинике докладывали результаты, показывали специалистам, какие препараты вошли. Вот вы видите желтеньким конкретно первый и второй слайд. Это препараты из противопухолю, которые были включены, и по каждому из них, безусловно, в том числе применялась оценка и экономическая. И когда мы говорим о том, что клинический опыт – это очень важно и принципиально имеет значение, мы прекрасно понимаем, что исследований все равно не хватает, что реальная клиническая практика отличается, и это вопрос достаточно сложный. Кроме того, мы прекрасно с вами понимаем, что эффективность, она только по-русски, эффективность – это одно слово. Если мы говорим про английский язык, то есть эффикости, есть эффективность, есть efficiency. Все это совершенно разные вещи. И одно дело, когда препарат оказывается эффективен в клинических исследованиях, другое дело, когда это оказывается на практике. Здесь целый ряд тонкостей, которые необходимо учитывать, и для этого нужно тоже иметь соответствующее образование. Когда мы говорим о фармакоэкономике, нужно понимать, что на самом деле существует такое понятие, как клиникоэкономический анализ, на сегодняшний день фармакоэкономикой все равно называют слишком много. Не все из того, что называют фармакоэкономикой, фармакоэкономикой является. Мы должны прекрасно понимать, что фармакоэкономика, наверное, в чистом виде, в таком, в эссенциальном, это когда проводятся замечательные, красивые, проспективные клинические исследования со всеми необходимыми атрибутами, и мы закладываем в этот протокол фармакоэкономические показатели. И по результатам мы получаем вот эту красоту и расписываемся за нее спокойно, потому что там получилось то, что надо. На самом деле такой возможности нет, это очень дорого, это слишком много работы, слишком много людей, поэтому, конечно же, мы понимаем, что оценка медицинских технологий более такое, с ее более мягкими критериями оценки, с большим субъективным фактором, с полуколичными моментами, с учетом вот того, что у нас сейчас происходит ситуация с импортозамещением, ситуация там с дефицитом средств и так далее, и так далее, ну, наверное, ОМТ в этом отношении нам ближе и понятней, и на всех фармакоэкономики не хватит. Я просто привожу в качестве примера, потихонечку завершая, пару исследований, ну, Андрей Юрьевич будет докладывать, мне сказали по исследованию, я поэтому просто показываю слайд, вот если бы вдруг случайно не приехали, я бы рассказал про вашу работу. Значит, ну, раз вы есть, значит, тогда другая статья, другое исследование, с Марией Владимировной здесь присутствующей, мы его делали в прошлом году, когда она еще не работала в ФГБУ. Вот, значит, конкретные ситуации, посмотрите, пожалуйста, была поставлена задача, речь идет о раке предстательной железы, речь идет о препаратах, которые присутствуют в перечне, есть несколько лекарств, есть выбор, на сегодняшний день, значит, вот есть группа препаратов, можно назначить один, можно другой, можно третий, пятый, и с учетом дженериков, семь препаратов получается. И мы говорим о том, что нам нужно было посмотреть конкретный препарат, лепроририн или гард, с замедленного взвобождения, в конкретной дозе, которая назначается раз в шесть месяцев. Вот, и сравнить его с другими вариантами, с точки зрения, значит, системы здравоохранения Российской Федерации, был проведен анализ, минимизация затраты анализа влияния на блюзжет, сравнивали препарат с семью другими препаратами аналогов, гонотропин, релизинг гормона, замедленного взвобождения, в анализе сравнивали другие препараты, значит, с новым сценарием, замещали у 20% каждый препарат новым препаратом. То есть речь идет о том, что появился новый препарат, которым нельзя заместить все препараты, безусловно, такой задачи не стоит, но предполагается, что если бы взять, что каждый пятый пациент получал именно его. Вот пятилетний, значит, временной горизонт для базового анализа, трехлетний для влияния на бюджет. В итоге, посмотрите, получились какие результаты. Оказалось, что он является самым экономичным вариантом лечения пациентов с распространенным раком предстательной железы, вот в этой группе. Речь идет о сокращении бюджетов, расходов бюджета здравоохранения, и даже в том случае, когда цена колебалась бы плюс-минус 25%, вот такие резкие большие колебания, все равно речь идет о том, что закономерность продолжала бы присутствовать. Вот таким образом. Значит, мы понимаем на сегодняшний день, что экономить, фармакоэкономика, вот это слово экономия, оно там зря присутствует на самом деле. Речь идет о неэкономии. Не получается меньше тратить на лечение. Речь идет о том, что нужно более правильно распределять средства, нужно более эффективно их использовать, хотя в конечном счете, возможно, это окажется дороже. На сегодняшний день меньше надо говорить об экономии, а больше о правильном расходовании средств. Мы по этому пути движемся, и, наверное, когда-то все это будет очень близко, и хорошо, и замечательно. Значит, то, что касается экономической оценки в целом, мы с вами прекрасно понимаем, что фармакоэкономика – это инструмент. Инструмент может находиться в разных руках, и в зависимости от того, для кого он выполняется, он имеет разные задачи. Но в любом случае мы понимаем, что это нужно не только государству, что ресурсы ограничены на всех уровнях, и выбор беспокоит как лечебное учреждение, которому надо чем-то лечить, так и фармпроизводителю, которому нужно предложить лечебному учреждению региону то, что они способны закупить. Здесь интересы сходятся, и если эти интересы у них сошлись, выигрывают, в конечном счете, наши пациенты. Это замечательно, и в этом отношении все выигрывают. То есть здесь нужно просто правильно и хорошо, и больше работать. Значит, без системного анализа все альтернативы считать невозможно. То есть здесь нужны достаточно хорошие, полные данные о том, кто болеет, чем болеет, как их лечат, какие дозы врачи назначают. Для этого необходим учет нежелательных эффектов. Я хочу сказать, что для правильной фармакоэкономики, для правильного подсчета, что сколько стоит, и что выгоднее, нам необходимо иметь и владеть достаточно хорошим объемом качественной информации. Еще раз повторюсь, что качественную информацию у нас с вами на сегодняшний день нет. И заканчивая буквально, значит, мы должны говорить о том, что нам нужна красивая, правильная и хорошая фармакоэпидемиология. Нам нужно в регионах, в лечебных учреждениях собирать информацию. Собирать информацию. И, конечно, не только опрашивать врачей. Нужно, в общем-то, эту информацию смотреть насквозь, перекрестно, и из продаж, и из закупок, и опрашивая пациентов, и опрашивая врачей, и разговаривая с территориальным фондом. И для того, чтобы вот так вот завершить мое небольшое такое выступление, я хотел бы вот такие предложения конкретные высказать данной аудитории. Первое, конечно, необходимо выполнение большего количества фармакоэкономических исследований. Там, где это возможно, там, где это получается, там, где есть у бизнеса задачи, там, где у государства есть задачи. Там, где ассоциация хотела бы лучше использовать возможности своих врачей и своих специалистов. Получается фармакоэкономика, ее нужно делать. Там, где нет возможности выполнить полноценный фармакоэкономический анализ. Мы понимаем, что это все равно миллионы рублей. Хорошо, давайте использовать методы оценки медицинских технологий, привлекая ведущих специалистов. Не получаются точные цифры. Давайте полуколичественными методами, давайте, пускай будет больше субъективизма, но у нас будут данные. Мы оценим каким-то образом разные лекарственные методы. Буквально в течение года можно будет понять, ошиблись мы или нет. То есть, это вполне конкретное предложение. Нужны просто заинтересованные стороны. Необходим сбор фармакоэкономической информации из каждого региона, из каждой больницы. Конечно, когда-то у нас будет информатизация здравоохранения, конечно, когда-то везде будет электронная история болезни, и, конечно, каждая таблетка будет понятна, откуда взялась и куда делась. Но пока этого нет, вот мы будем двигаться к этому медленно. И последняя принципиально важная задача. Получаемые результаты должны отражаться в клинических рекомендациях, а при возможности в стандартах лечения заболеваний. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...